А перед началом данного видео я хочу поблагодарить наших спонсоров, а особенно это касается великих спонсоров, а именно Если вы хотите тоже попасть в эти списки, а также получить другие классные бонусы, то можете оформить спонсорку по ссылке или кнопке в описании Перевод стрелок часов судного дня Отсутствие прогресса в сокращении ядерных арсеналов и угрозы, связанные с катастрофическим изменением климата, США и Россия запускают программы модернизации вооружений и ядерной триады, способствующие новой гонке вооружений Неспособность лидеров мировых держав выполнять свою основную задачу, обеспечивать здоровье и процветание человеческой цивилизации, а также позволивших экономическому спору между Украиной и Россией превратиться в конфронтацию между Востоком и Западом Что мешает сотрудничеству по всему миру в области ядерной безопасности, контроля над оружием и его нераспространения, а ядерная война все ближе Всем привет, с вами Эмбра, мы продолжаем нашу кампанию за Северную Корею А сейчас я что делал за кадром? Я развивал нашу промышленность, выйдем чуть позже сюда, вот еще в развитие строительства, хочу получить еще гражданские предприятия Почитал я ваши комментарии, посчитал сколько людей проголосовали за конкретно какой вариант И в общем пришел к выводу, что меньше всего комментариев и лайков на этих комментариях набрали демократические реформы Второе место занимает у нас трудовая партия Кореи И ее обогнала имперская наследие Не сильно обогнала, кстати, но все же ощутимо, так что мы выйдем вот сюда Спасибо вам большое В трудовой партии Кореи здесь такие прекрасные бонусы Просто и тут мне ресурсы подсыпают, и вы посмотрите просто тут сколько всего И тут вот, вот сколько тут всего Тут Южной Кореи можно, а мы выйдем вот сюда Здесь, да, бонусы конечно есть, 1825 дней вот эти вот неплохие Но по сути, тут вот это все, вот эти вот парочка фокусов А дальше только воевать Мировая напряженность вырастет, претензии на территории конечно появятся И в конце мы выйдем в абсолютную монархию Сейчас я за кадром все-таки выйду вот сюда, вот возьму вот эти оставшиеся фокусы И потом перекатимся мы в имперское уже наследие По поводу промки, кстати, тут разработчик посоветовал конвертировать военные заводы в фабрики Потому что, ну смысл в этих военных заводах Если мы так ничего не можем производить из-за нехватки ресурсов А их у нас не хватает, потому что мы их не можем закупать Потому что фабрик нету Вот так вот все это зациклено Но правда сейчас фабрику у меня было 3 штучки Я сейчас взял здесь исследование Начало глобализации компьютерных сетей Вот они сжирают фабрики 3 штучки Но это нужно, потому что здесь темп исследования плюс 10% И шифрование до шифрования, так что пойдет Смотрите, воевать конечно же мы сразу с крупной стороной никак не можем Потому что, ну она нас пронесет нафиг И Китай, и Россия тоже Ну Южная Корея там, она конечно не одна Ее гарантия это Америка Так что да, Южная Корея тоже отпадает Нам нужен противник послабее Прям очень послабее Вьетнам, Лаос Конечно хотел на Вьетнам бы влететь Но только что вышел вен То, что теперь эти страны входят в сферу влияния Китая И они находятся в альянсе с Китаем Поэтому напасть не можем Камбоджа есть Так, американцы ее не гарантият Это просто право на проход Гарантия от Америкации Таиланд Ну захватим Камбоджу и что? По ресурсам тебе тут интересно Ого, у тебя энергоресурсов Ни черта себе Почти, ну 200 всего в сумме А у нас как раз их не хватает А они вообще везде нужны Потому что фабрики, заводы всякие Требуют эти самые энергоресурсы Если налететь на Малайзию Может быть Чего у тебя тут? Ну где-то уже, кстати, хорошо все О, точняк Это же Малайзия Офигеть, тут сколько всего За сколько можно денег зарабатывать От продажи просто этих ресурсов И можно еще налететь на юг Тут, кстати, и заводы хорошие стоят Да, потом через Малайзию можно выйти сюда Ну, калимантантки захватить под землей И сюда высадки делать Как-то вот так Филиппины, конечно, отпадают сразу же Потому что гарантируют их американцы То же самое касается и Тайване Так что ближайшие адекватные Это вот у нас Малайзия и Камбоджа А насчет Бирмы Ну, она просто уже слишком далеко Можем не достать Так что, да Это было бы неплохо захватить Поэтому я начал изучать корабли Ну, сначала только вот это вот Потом будем выходить сюда Конечно, оно очень долго все исследуется Но, ничего Магия монтажа все это дело ускоряет А насчет нашего бюджета Там разработчик сказал то, что Ну, блин, его же можно в минус загонять Чего ты его в минус не загоняешь? А я не понял, как И он не отвечает, как бы, уже некоторое время И я не могу узнать просто А мне записывать надо прямо сейчас Время-то ограничено Ай, вот, минус Но не загоняется в минус просто Подожди Вы видели? Там же было красное Там было красное Я по-любому как-то в минус загнал А что? А теперь не работает? Оно теперь вообще не работает Так, ну-ка О! Ну-ка Есть! Вы видели? Я, короче, щелкаю минус Я нажимаю число Минус щелкаю Я понял Нужно ввести сначала число Потом минус А я сначала минус вводил Потом число Эх, ладно Так, все Мы можем загнать минус Дело в том, что вот мы Как поступали? Мы имеем бюджет в прошлом году И планируем бюджет Я стоял тогда 5% И мы планировали, что в прошлом году У нас такой-то бюджет А в следующем году будет еще больше На 5% Ну, естественно, больше не становился Мы не развиваемся, нифига Поэтому Нам желательно Загонять его в минус Но если Загнать в минус Я разве тут не нахватаюсь? Нахватаюсь Денег хватает все равно Расходы у нас в соцобеспечении Слушайте, ну бюджет будет прям сочный Как мне кажется Да Мне главное сейчас выделить на образование Потому что здесь Политка Минобороны Да нафига мне что-то это надо Так Минобороны 1% держи Да В Корее вообще это не надо Ставим образование Давайте Процентов сколько? 40 Хватит? Хватает И на финансы, наверное, еще поднимем Вот Здесь тоже просто Политлась, стабильность То, что надо Промышленность, кстати Такое тоже не особо нам пока что важное Давайте сделаем вот так вот Во Отлично Теперь у нас по денежкам Все будет просто прекрасно Дальше, что я там делаю Ставлю ячейку для исследований Уже вторую Первая там есть И еще момент Я оглянул тут фокус Борьба с кризисом Молодец Россия Она будет, короче, выходить сюда Вот Союз КНР То, что она заключит Не знаю Просто нереально маленький Потому что я ни разу не видел Чтобы она брала этот фокус Там еще условия всегда ложь Через вент, походу, что-то выбирается Короче, когда она выйдет к этому фокусу У нас начнется война Если начнется война У нас слетят санкции Так что мы вот просто должны ждать Просто я ждать пока насчется война А если Россия там как-то Не захочет воевать У Китая тоже есть интересные фокусы Это контроль над Тайванем И потом мультиматум Монголии Тут, конечно, 17-18 год А насчет Тайвань не знаю Там американцы вроде могут бычь и начать Насчет Монголии Там Россия может за ней заступиться Но в любом случае Даже если никто ни за что не заступится То дальше потребовать Дальний Восток И Китай будет требовать Дальний Восток России Индийский вопрос Это с Индией И война с США Так что войны здесь в любом случае будут Как ни крути Нам просто нужно сидеть ждать Что-то опять перевод стрелок часов у нас происходит Ладно Так, по фокусам Я уже вышел в имперское наследие Вышел в корейский национализм Кстати, насчет наследия Хотя мы до сих пор декларировали неприятие Корейского монархического наследия Очевидно, что Корее суждено было стать империей Крепкая рука монарха Отца нации Уверенно поведет объединенную Корею В новое десятилетие Потеряли стабильность Получили чуть политки Ничего из этого я не почувствовал Корейский национализм Наша нация имеет многовековые корни Многие пытались поработить нас Или стереть с лица земли Но корейцы столько превозмогали все бури и несчастья Это ли не показатель величия нашей нации? Прирост политики И теперь мы называемся, кстати Корейское народное Так, подожди Тут же написано, что Часон А, это партия будет так называться Это не государство наше Партия будет называться Так Борьба за свободную Корею Свободный Часон Вот оно что Ким Хан Сол Вроде правильно прочитал Так, а дальше идеологическая обработка Только идеологически подкованный гражданин Способен безукоризненно Строить наше великое государство Внушать правильные мысли народу Обязанность крепкой власти Стабильность плюс 5 Которую я тоже не почувствовал И первый раз в политике Я ее тоже не почувствовал Нифига Дальше я вышел в внешнюю политику КНДР не имеет особых отношений с внешним миром А в основном с Россией и Китаем Может пришло время расширить горизонт И выйти из затащения? Ага, нет Не пришло Я думал, что сейчас Ну, может там Движение на восток выберем Движение с Китаем, с Россией Хотя движение на запад на самом деле Если смотреть, где мы находимся Восток-то у нас Это, ну ладно, неважно Думал, подружимся с Китаем или с Россией Может как-то мы тут начнем махаться Я буду не в соло А нет Когда мы выходим вот сюда Вот в имперское наследие Мы не можем ни с кем сотрудничать Мы сами будем по себе Класс Идеальное государство Завотикан реально было проще Потому что мы тут просто из минусов выбраться не можем Пятилетний план сейчас я не беру Потому что А толку-то от него? Пока мы задушены санкциями Эти проценты Они не перекроют те дебафы Нам нужно подождать Пока пройдут санкции И только тогда уже что-то делать А из-за низкой беспечности электроэнергии Ух ты В Китае она высокая Но минусы тоже есть В России она вообще идеальная В Китае это только все больше А по минус 10% это не страшно Из-за того, что у нас минус 70% Воевать с кем-то у кого Хотя бы среднее Нам нельзя У этих... Ребят Очень высокая Очень высокая Камбоджа тоже очень высокая А здесь очень высокая Ну зашибись У них дебафов этих нету Просто зашибенно А у нас минус 70% У ОСК может там вообще все плохо 1-3 Ну может как-то толпой загасим их Может как-то толпой Но у них Блин, ну Такими дебафами у нас просто могут пронести так Что мы, ну Потеряем наши дивизии Они исчезнут Да ладно Еще не попытаемся придумать Сейчас пока что я сижу Не беру никакой фокус Потому что Если я беру какой-то фокус То политка падает еще быстрее Хотя разница Потом наверное возьму В развитии вооружения Еще военные заводы пополучаем Знаете что самое интересное Вот я сейчас конвертировал я заводы Че я вообще убрал-то Забил на фабрике Смотрите У нас построилось Минус 475 из 9450 Там вот сверху написано Желтеньким Когда здесь стояли фабрики У нас прогресс строительства Он уходил в минус И дошел до минус 5 Пока я не избавился от фабрик И чем больше фабрик сюда вот ставил На конвертацию Тем быстрее минус накапливался Из-за того что у нас Отрицательная скорость строительства Мы что Мы сопоставили здесь 20 фабрик Оно бы загналось Потом спустя некоторое время Вообще в минус 100 Короче наоборот Как это логически я не могу представить То есть мы там Разрушаем и что ли Фундамент Очень странно Но я это убрал А вот по поводу электростанции Здесь такого нет Здесь мы строили в плюс Но все равно я посчитал то Что важнее фабрики Пока что направить На глобализацию компьютерных сетей Пока что вот так Итак смотрите Противостояние медведя и дракона Скоро Путин возьмет этот фокус И это уже повод на повоевать И он его всегда использует Так что скоро уже война начнется Засем немножко осталось А по поводу Китая Здесь он прожимает ультиматум Монголии Там уже у нас годик-то 18 Вот сюда вот А мы тем временем сидим ждем Минус 3300 политки у меня Я думал она дойдет до минус 2000 И там остановится Ну типа максимум Нет Она по ходу будет загоняться в минус бесконечно Вообще Что выбраться в плюс Это ну я не знаю просто Это просто будет жесть Попытки выбраться наши в плюс 143 миллиона русских Недостойны занимать 11% земной суши России не нужны такие обширные территории Там должны жить китайцы Заявил Си Цзиньпинь Возмутительно как говорится Ты чего Ты сейчас Монголией занимаешься Ты решил про Россию вспомнить Че это ты так Но Путин уже заранее Что борьба с незаконными иммигрантами А он фокус взял уже этот Вон готово И кстати Американцы могут на Россию напасть У них тоже повод есть На побоевать Так что да Тут война в любом случае Начинается уже Борьба с незаконными иммигрантами Всего лишь 7 дней борется И тут 70 Это баг какой-то Или оно реально 7 дней должно быть А тут тоже 7 дней Один фокус есть Ну что-то он недельку поборется И перестанет Ладно А вот война уже и началась Здесь она будет происходить И кстати здесь тоже Казахстан ведь находится в ОДКБ И можно сейчас вот так вот глянуть По войскам у Китая Ну их дофигища У России же кстати меньше Но Помните мы когда играли за Иран Мы видели как китайцы здесь Прошли вроде как И все Застопорились Дальше не проходить не смогли Начали задыхаться Тут не помню еще было Ну тоже у них вроде не очень-то и вышло Так что да У России дивок очень мало Но я все же уверен в том Что Китай здесь далеко не пройдет Но мы будем сейчас за этим наблюдать Здесь конечно он сразу начинает Блицкрик У него все это получится Так санкции снимаются Наконец-то Наконец-то они все снимаются Там еще должен быть ивент То что ООН уничтожено Что-то его нету Прохождение за Ираном Он как бы там у нас появился Не сразу тоже Но появился Ладно Нету его Не важно Главное что мы избавились Наконец-то от санкций Конечно еще устаревшая армия Ладно Нам нужно что-то сделать С обеспеченностью электроэнергии Так кстати корабли Здесь ракетные катера Они конечно стоят дороже Чем корветы Но у корветов дальность 4000 А у катеров 1400 Также еще и подводные лодки Я сейчас тут изучаю Но тут посложнее Потому что тут нужно изучать Еще эти обвесы Чтобы изучить саму подводную лодку С катерами же проще И вот теперь Китай требует Дальний Восток Опа Россия гарантирует Независимость Монголии Мы гарантируем территориальную Союзность Монголии В случае китайской агрессии Готовы начать военную операцию Заявил глава страны Владимир Путин Правительство Российской Федерации Возможно это остановит КНР Это что-то как-то Восток, который и так сейчас захватит Все Китай нападает еще и на Монголию Монголия заходит в ОТКБ И теперь здесь огромный фронт Вот такой вот Не, если сейчас конечно еще Американцы налетят на Россию Ну и помните Они вроде Беларусь захватили Дальше пройти У них не очень-то и получалось Но потом получилось И они Россию захватили Мда Так что Россия желательно Не воевать с американцами Но американцы-то хотят У них повод есть Полноценный на повоевать Барак Обама Ну ты можешь подождать Пожалуйста Я хочу вмешаться в этот конфликт Правда Чтобы вмешаться Мне нужно выйти К этому вот фокусу И знаете в чем прикол Надо ведь Китай быстро захватит Потому что у Китая нет Минус 70% К защите и атаке У них всего лишь минус 10 И огромная толпа здесь стоит С танками нафиг Со всем остальным Жесть Так что воевать с Китаем Я сейчас явно не могу Ну у нас всего лишь 8 дивизий А у них тут ну сотни Две наверное подъедет Реально Потому что здесь Они много поставить не могут Из-за бешеного истощения Они прошлись бы сто раз Если бы не истощение Дальнего Востока То самое великое и могучее Ну и здесь конечно тоже Оно есть и здесь По поводу нашей сейчас промышленности Смотрите Куча фабрик у нас появилась Конечно есть Низкая скорость строительства Из-за электроэнергии Все же Хоть санкций у нас и нету Но эта штука Она бьет Не то лишь по армии Но и по нашей экономике По всему остальному Так что да Это жесть Ладно Сейчас я занимаюсь строительством Экологически чистых электростанций Они конечно менее выгодны Чем топливные электростанции Но тут нужен энергоресурс Который тратится и на наши Военные заводы И на фабрики О сейчас у нас вообще ноль Почему ноль И поэтому А тоже еще понимать У нас есть сопротивление Поврежденные уровни Сем из восьми У нас же из-за того Что тут как бы Сопротивление работает У нас ломаются Фабрики Военные заводы И промышленность Амонс Экологически чистые электростанции Тоже ломаются Давайте может быть фабрики построим Я здесь хоть и влепил Смотрите Местную полицию Но потребность в гарнизонах У нас не удовлетворены Потому что тут у нас не хватает Оружий пехот А там не такие уж Три большие требования А вообще немножко-то Так Производство Я сейчас корабли поставил Можно конечно сейчас побольше стали закупить Я у Ирана закупаю Давайте возьмем На три фабрики Вот Хотя бы как-то вот так Все здесь хватает Здесь немножечко конечно А минус 45 Ладно давайте еще чуть-чуть закупим А вот так На пять фабрик Нормально Что у нас тут Конечно все равно минус будет Но там минус 6% небольшой Все здесь производим Людские ресурсы есть Сопротивление нужно до конца подавить Там как раз цель сопротивления 0% Так что оно скоро опустится До нуля и будет все прекрасно По поводу национализма нашего Оно же здесь растет Это конечно не очень хорошо сказывается на государстве Потому что здесь Кстати У нас 70% стабильности Жесть Тут да Прям хорошую сейчас бонусы имеем Раньше у нас было минус 50% скорости производства Там и прироста политики А сейчас вот даже вон бонусы Нормально Ну и сам Ким Чен Ын конечно дает То что он диктатор Прирост в политике плюс 25% Но мы как-то ее здесь не особо-то ощущаем Прям вообще не особо Это все из-за этой электроэнергии Блин Я здесь указал по бюджету Минус опять 50% Но очень конечно хотелось Так Очень конечно хотелось указать Там минус 70% Но нет Можем только минус 50% Но так каждый раз Минус 50 Минус 50 Минус 50 Бюджет будет ноль И все вообще идеально будет КНР готовится к войне с США Роль армии стала основополагающей Во внешней политике КНР Китаю следует создать Самые мощные вооруженные силы И оттеснить США С позиции ведущей мировой державы С таким лозунгом выступил Старший полковник Народно-освободительной армии Мы живем в неспокойное время Главное то, что мы тут Вроде рядышком находимся Интересно будет Если не с России будет США воевать А с Китаем Тоже он есть повод Только у Китая есть повод Напасть на США Ну че ты может нападешь? Нет, это будет вообще неплохо На самом деле Потому что Китай реально здесь сильный Девок-то дофигища Они мощные А американцы, конечно, тоже девок дофига Они тоже нормальные Но если сейчас будет такой треугольничек То мы явно здесь можем Что-то интересное провернуть Но опять же пока Электроэнергия очень низкая Вряд ли мы там Хоть как-то сможем коцать Хоть кого-то У кого она выше Тоже очень низкой обеспеченности Я сейчас вышел в Пятилетний план Пятилетний план развития экономики Должен обеспечивать Экономический рост Основу крепкого И могучего государства Получаем еще вот такие вот бонусы Потом милитаризация молодежи Чтоб милитаризм наш поднять Ну и стабильность Кстати уже 80 85 процентов До 86 поднялась И опа 87 86 87 Это уже нормально прям Давай-ка Уже реально получаем бонусы Хотя бы а не дебафы Обеспеченность электроэнергии Кстати у нас 9 процентов Так Ага Это нам не надо А закупать мы ее Ни у кого конечно же Не можем У Китая бы закупились У него были бы излишки Ну ты давай Может как-то там Строи электростанции Пожалуйста Хоть как-нибудь А больше ни у кого Здесь мы Конечно не сможем закупать Американцы конечно Не дадут Россия не даст Да У них излишков нету Так-то можно было Купить электроэнергию И уже выбраться Из этого дебафа За счет как раз таки Отсутствия дебафов Можно было построить Электростанции И уже потом Не париться Насчет электроэнергии По поводу Этих вот катеров Они конечно же Ну ужасны Они нифига Не дальние Это же просто катер Рыболовный Мне кажется Обычные подальше Заплавают Но хоть как-то Давайте Там сейчас я изучу Корвет И уже будем Его производить А пока что он так Ну чтобы верфи Чем-то позанимались полезным Хотя конвои Так слушай Произведи-ка конвои А Для конвоев конечно Нужны полимеры Но там все равно Минус 20% Всего лишь Не страшно Так По поводу электростанции Тут у нас уже Кстати 10% Неплохо Может давайте Тополевные У нас всего лишь Одна штучка есть А давайте Может быть Хотя бы еще Немножко построим Хотя бы две Вот Я если что Может хотя бы Немножко Это закуплю Энергоресурсы Потому что Они реально выгоднее Они за меньшую стоимость Дают больше Электричества У нас же Помните Висит экономическое развитие Которое скорость Стретительства фабрик Дает плюс 15% На 5 лет Поэтому сейчас Я занимаюсь фабриками Конечно Желательно Все-таки Позаниматься Электроэнергией Но раз висит Тот бонус Казахстан Шо ты делаешь И Киргизстан Вау Нормально Россия конечно помогает Но они тут Сами я чувствую Неплохо справляются И здесь Китай Еще подвел войска Чтобы наблюдать За оснащенностью Его армии Но здесь мы это Особо осмотреть не будем Потому что эти войска Явно оснащенные Хорошо Эти вот плохо Но они их туда-сюда гоняют Поэтому мы вот можем Видеть то что Тут уже танки Которые пришли с севера Сюда вот Они уже полупустые Это очень даже хорошо А если мы России Отправим А не отправим Там нужна политка Ладно Ладно Пускай будет так Сторонники Националистических идей Вышли на улицу Но нет Мы конечно Не будем препятствовать им Потому что Ну мы скоро Поменяем нашу партию Кстати здесь же еще Обновили уровни коррупции Теперь им еще добавили дебафов Тут вон Базовое значение стабильности На войска Кстати Минусы имеются Надежность падает Стоимость производства Увеличивается Да-да Это кстати разработчики Правильно сделали Оно так и должно быть От коррупции Я сейчас указал еще Минус 50 Так Минус 50 процентов А вот По деньгам тут Всем все достаточно Профицит 3571 процент Принимаем еще разок Глобальная компьютерная сеть готова Так У нас еще фабрики Из-за этого прибавились Больше я их не хочу На исследование тратить Что-то сейчас другое возьму Занимаемся здесь И здесь Сейчас электроэнергией Но я немножко все-таки поставлю Побольше фабрик Давайте Хотя бы еще одну Построим здесь Ну и по тепловым Электростанциям Там да Энергоресурс Давайте закупим У Ирана Вон 25 сразу За штучку получаем Нормально А хотя закупать не надо Здесь у нас я смотрю Идет производство электроэнергии У тепловых электростанций Так что Да Пока что это не надо Чего Опять Дефицит Что Да ладно Минус 50 процентов Хватает Хватает И на это И на это Принимаем Все нормально Че он еще раз выскочил Все нет Закупать все-таки нужно Я там проверил Теперь уже У нас не хватает Энергоресурса Теперь буду закупать Временно исполняющий Лидер КНДР В связи с тяжелой болезнью Верховного предводителя КНДР и генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Его сестра Ким Йо Чжон Была поставлена Как временно исполняющая Обязанности Верховного лидера КНДР Ранее Йо Чжон Периодически появлялась На государственных праздниках Присутствовала Как официальный представитель На церемонии Открытия Зимних Олимпийских игр 2018 года Достоверно известно Что она внучка Основателей Вечного президента КНДР Ким Ир Сена Так Кстати По истории Ведь реально там Сходились слухи То что Ким Чен Ын болен И его заменяет Его сестра Но это естественно Было неофициально Это как не разглашалось Это были просто Слухи на уровне Там каких-то СМИ Вот Но здесь У нас это прям Реально все случилось Официально у нас Лидер поменялся И кстати У нее тут Ох Она Временно исполняющая Обязанности Перерос политике Минус 20% Спасибо Ой Спасибо Это то что нам нужно Наша политвласть Просто ждала Вот этого дебафа Жестокая Цель сопротивления падает Класс Военное образование Угу Скорость Стретишься Минус 7% Спасибо Ну фабрик Чуть больше конечно будет Номенклатура Плюс 2 политки Класс А можно Ким Чен Ын вернуть Пожалуйста Мне его сестра Вообще Не очень как-то Можно вернуть Ладно Сейчас я начал Кстати Строить еще НПЗшку одну У нас же тут Неплохие такие бонусы Есть от нее Со старта игры Она прокачена Было полностью в полимеры Но здесь конечно уже Да В прошлых версиях Этого мода Был нереально Огромный дефицит Полимеров И можно было Спокойно строить НПЗшки И зарабатывать На их продаже Огромные деньги И кучу фабрик Сейчас здесь конечно Есть и Мексики И Венесуэлы И там В Бразилии В общем куча полимеров Но давайте мы все-таки Тоже сделаем немножечко И посмотрим Вдруг все-таки спрос есть Так мы получим фабрики Торговли Ну и хотя бы даже не фабрики А хотя бы деньги получим У нас по деньгам Кстати пока все нормально Поэтому они нам пока что Не сильно-то и нужны Но тут можно их потратить На закупку Ну давайте Т-72 Т-80 Т-90 Главное что минусы А не зайти Так Ми-24 Ну а патч Вертолеты не нужны Сушки можно взять И мига Пока вот так давайте Прям слушайте По деньгам прям хорошо Но как-то у меня были такие случаи То что я прям видел У меня денег дофигища Начинал бездумно это все щелкать И я как-то в минус ушел Хотя денег было много Так что я боюсь Все равно прощелкивать это Давайте прощелкать Так Сомалина Путленд напала Ужас Пытаются там объединить Сомали Но мы знаем Что может сомали здесь натворить Как-никак у нас было прохождение Давненько Но еще не потерял свою актуальность Корветы кстати я сделал И они достают Достают Отлично Просто супер Теперь осталось Политку заполучить Потому что мы ведь не можем напасть Без политвласти Вот в чем проблема А чтобы нам это сделать Нам нужно выйти из минуса По электроэнергии Такого огромного Хотя бы выйти В минус 50 Уже будет неплохо У нас не такой такой большой жор Электроэнергии Поэтому не думаю Что это прям сильно долго будет Хотя эта ельжоночка Так сильно снизила Нам прирост в политике Что Блин Это нам нужно будет Лет сколько 30 сидеть В таком положении Чтобы выйти из минуса А исправлять А исправлять Ну конечно сейчас Электроэнергию У нас получается Кое-какими мелкими шагами Но я хочу Все-таки сейчас Давайте НПЗ Что сделаем Фабрики начинать строить До 23 года Пока у нас работает Тот бонус Надо им воспользоваться Все-таки полностью Поэтому давайте Я вам предлагаю Еще два варианта Было бы их три Но нападать на Китай Это просто смертельно опасно Нас моментально пронесут Это я вам 100% говорю Это и так очевидно Вариант есть какой Сидеть ждать Исправлять электроэнергию Это годик будет 30-й наверное Потом исправлять политку И только потом уже Прыгать сюда Захватывать Вот эти вот мелкие страны Есть вариант Следующий Я как поступаю Я делаю так Чтобы игра не требовала Политвласть Для создания цели войны То есть Чтобы мы могли напасть На вот эти вот страны В обход требований Политвласти Потому что пока мы выйдем В плюс по политке Но уже будет наверное Очень-очень поздно Но почему бы и нет В любом случае Напишите в комментариях Что вы думаете По этому поводу Стоит ли его так вот поступать Убирать требования Чтобы мы могли уже В следующей серии Взять на пасть сюда Либо же сидеть Исправлять политвласть Исправлять электроэнергию И только уже после этого Налетать Как вы скажете Поступать Так я и сделаю А пока что с вами я попрощаюсь Спасибо всем большое За просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Скачите моду на русском языке Нашу группу вконтакте Пишите там вопросы на стене Или просто делитесь интересными Заметами Также ставьте колокольчик И включайте все давления Что вы можете не высказывать На видео Оформляйте спонсорку Чтобы получить классные бонусы Также играйте в мультиплеерную партию Просто общайтесь На нашей серии В дескорде В ссылке в описании Ну что ж С вами был Эмбр Спасибо большое за просмотр До встречи